Sirix, американская компания, производившая микропроцессоры, процессоры ее производства имели отличительные от остальных производителей процессоров для архитектуры x86 особенностей, но, в целом, не получили такого большого распространения как Intel или AMD. Была создана в 1988 году Джерри Роджерсом и Томом Брайтманом в Ричардсоне с целью производства математических сопроцессоров для Intel 286 и 386. Основателями стали бывшие сотрудники компании Texas Instrumentos и в дальнейшем судьбы этих компаний часто переплетались, не всегда в позитивном ключе. Джерри Роджерс, один из основателей, непрерывно нанимал новых инженеров, но при этом легко расставался со старыми, в конце концов сформировав таким образом сильную команду из 30 человек. 11 ноября 1997 года Sirix слилась с National Semiconductor. В 1999 году компания Sirix National Semiconductor была поглощена тайваньской компанией VIA Technologies. История создания компании. Первым изделием Sirix для рынка персональных компьютеров стал математический сопроцессор, совместимый с x86. Он был выпущен в 1989 году. В двух разновидностях, FastMatch 83D87 и 83S87, первая из них стала самым быстродействующим математическим сопроцессором из совместимых с 387, обгоняя на 50% аналог от Intel. В 1992 году были выпущены уже полновесные центральные процессоры 486 SLC и 486 DLC. Несмотря на свое название, они были совместимы по контактам не с 486, а с 386 SXDX. Соответственно, они содержали кэш и уровни на кристалле использовали набор команд 486, а производительность оказалась средней между 386 и 486. Больше всего они стали популярны среди пользователей, желающих модернизировать компьютеры 386. И среди дилеров, которые получили возможность путем замены процессора получить из 386 материнской платы недорогую 486. Эти изделия были раскритикованы за недостаточную производительность, не соответствующую названием. И за путаницу названий с Intel серии SL и IBM серии SLC. Несмотря на это, они нашли применение в очень недорогих RS и в ноутбуках. Позже были выпущены 486 SXRX2 и 486 DRX2, представлявшие собой версии SLC и DLC с удвоенной частотой. Они предлагались исключительно как модернизация с 386 до 486, начало конкуренции с центральными процессорами Intel. Со временем Sirix удалось выпустить процессор 486, который был полностью совместим с Intel по контактам. Однако AMD успела опередить Sirix, а кроме того, процессоры последние показывали более слабые результаты в тестировании, что ориентировало их исключительно на сегмент дешевых компьютеров и апгрейда. К тому же, Sirix не удалось заключить контрактов с крупными сборщиками. Процессоры Sirix можно было использовать для апгрейда старых материнских плат, которые генерировали 5 Вольт вместо 3,3 Вольта. Попытки создать конкурента Pentium в 1995 году история повторилась с новым поколением процессоров. Так как Pentium Clone еще не был готов, компания выпустила K5 на 86, совместимый по контактам с 486 и рассчитанный на частоты 100 и 120 МГц, производительность которого соответствовала Pentium на частоте 75 МГц. Кроме того, фирма скромно настаивала на ограниченной эмуляции инструкций Pentium, собранных под Pentium приложений становится все больше и больше. Полного набора инструкций семейства 5 на 86 так и не получило, что приводило к непредсказуемому поведению программ. Выпуск процессора 6 на 86 в 1995 год ознаменовался выпуском самой широкоизвестной модели процессора Sirix 6 на 86, впервые более быстрый, чем его конкурирующий аналог от Intel. Размер кристалла нового процессора был огромен, что удорожало производство и создавало проблемы с охлаждением. Поначалу была назначена очень высокая продажная цена, которую пришлось снизить в виду слабой производительности математической части процессора по сравнению с конкурентами. Этот параметр оказался неожиданно важным для зарождающихся трехмерных игр. Процессор использовал оригинальный интерфейс кэш памяти второго уровня. Liner Burst, который не поддерживался чипсетами Intel, господствовавшими на рынке, домашние сборщики практически полностью проигнорировали медленный, хотя и дешевый процессор. Sirix завоевал значительное признание в нише офисных компьютеров для бизнес-приложений, собираемых мелкими фирмами по минимальной цене. Крупные производители компьютерной техники его не использовали. Продолжение серии в виде модели 6х86L отличалось сниженным напряжением питания и соответственно меньшим потреблением энергии, и поддержкой команды MMX в модели 6х86MX. Затем последовал MII, основанный на том же дизайне 6х86 и получивший новое название только ради конкуренции с Pentium 2. Мультимедийный процессор Mediac год спустя, в 1996 году, компания создала процессор Mediac, внутрь которого удалось интегрировать все основные компоненты ПК, включая поддержку аудио- и видеовывода. Он был основан на предыдущем дизайне 5х86 и работал на частотах 120 МГц и 133 МГц. Быстродействие было невелико, за что чип не раз подвергался критике, но низкая цена сделала свое дело. Впервые изделие Sirix стало основой серийного компьютера недорогих компакт-прессарио 2100 и 2100. Такая поддержка помогла наладить дальнейшие поставки процессоров Покарт Беллы доказала состоятельность выпускаемой продукции. Последовали заказы на 6х86 от той же Покарт Беллы и Мачейнс. Более поздние версии Mediac работали на частотах до 333 МГц и обладали поддержкой MMX. Вспомогательная микросхема добавляла поддержку функций видеовывода. PR-рейтинг. В силу большей эффективности 6х86 при выполнении каждой команды, чем у Pentium, а также для учета его более быстродействующей шины, в Sirix стали применять специфическую шкалу наименований процессоров, отражающую их сравнительную производительность с Pentium. Так, 6х86 с частотой 133 МГц было немного быстрее Pentium-166 МГц, и потому получил наименование P-166+. Юридическое давление Intel, возражавший против использования выражений P-166 и P-200 в чужих изделиях, вынудило Sirix добавить букву R в эту систему. Рейтинг, рассчитанный таким образом, был весьма и весьма сомнительным, так как преимущество Sirix-чипов, явное в обыкновенных настольных приложениях, пропадало при сравнении математической производительности, а значит и скорости работы новейших игр. К тому же, низкая цена подразумевала использование в недорогих системах, где и другие компоненты могли обладать меньшей скоростью. Жаские диски, графические и звуковые карточки, модемы AMD применяла PR-ритинг в своем процессоре K5, затем отказалась от него, затем снова вернулась к его использованию в более поздних продуктах, изготовители процессоров. Занимаясь разработкой и продажей собственных процессоров, Sirix всегда полагалась на сторонние компании для их фактического производства. На первом этапе это были Техас инструменты с SGS Thompson в 1994 году. После серии конфликтов с TI и затруднений на производстве у SGS Thompson, Sirix обратилась к IBM, чьей технологии производства ни в чем не уступали Intel. По условиям заключенного соглашения IBM получала возможность производить и продавать процессоры, разработанные Sirix под собственной маркой. Многие восприняли это как намерение IBM широко использовать 6х86 в линейке своей продукции, способствуя в еще большей степени укреплению их авторитета, но в реальности этого не произошло. В основном компьютеры IBM продолжали оснащаться процессорами Intel и AMD. А Sirix использовались лишь в нескольких низкобюджетных сериях, предназначенных для экспорта. Кроме того, произведенные IBM процессоры стали конкурировать с теми, что поставляла на рынок Sirix. В некоторых случаях даже за счет более низкой цены патентной войны Intel против Sirix. В отличие от AMD, Sirix никогда не полагалась на лицензирование разработок Intel. И вся работа по созданию процессоров была проделана в стенах компании, включая громадные усилия по точному воссозданию Intel технологий. Этим изделия Sirix отличались от AMD 386 и 486, содержащих часть микрокода Intel. Тем не менее, стремясь оградить себя от конкуренции, Intel в течение многих лет вела судебные тяжбы против Sirix, обвиняя ее в эксплуатации патентованных технологий. По большому счету, эта борьба не увенчалась успехом, а перемирие было достигнуто во внесудебном порядке. По условиям договоренности Sirix разрешалась производить собственные процессоры с помощью любой из компаний, уже имеющих лицензию на производство Intel процессоров. Таким образом, были соблюдены интересы обеих компаний. Sirix могла пользоваться услугами Техаса инструмента с SGS Thompson и IBM, а Intel избегала опасности неограниченного роста конкурента. Sirix против Intel, однако, в 1997 году ситуация повторилась с точностью до наоборот. Теперь Sirix обвиняла Intel в нарушении ее патентов, в частности, технологии управления энергией и переименования регистров в Pentium Pro и Pentium 2. Казалось бы, предстояло долгое противостояние в судах, однако решение было найдено весьма скоро еще одно взаимное лицензионное соглашение. Теперь обе компании получали полный безвозмездный доступ к патентованным технологиям друг друга. Как и предыдущее соглашение, нынешнее не устраняло факта нарушения, но разрешало Intel продолжать выпуск по любой технологии. Слияние с National Semiconductor В августе 1997 года, одновременно с продолжающимися тяжбами с Intel, было объявлено о слиянии Sirix с National Semiconductor. Теперь у Sirix появилась дополнительная маркетинговая мощь, а также доступ к фабрикам National Semiconductor, ориентированным на производство памяти и высокоскоростного телекоммуникационного оборудования. Из-за сходства в технологиях производства памяти и процессоров для нового альянса вырисовывались заманчивые перспективы. И хотя соглашение с IBM продолжало действовать, все производство было постепенно переведено на мощности National Semiconductor. В результате слияния укрепилась финансовая база Sirix и ее проектные ресурсы. Новое стратегическое направление, но кроме этого, оказалось затронутым и общее направление развития компании. В National Semiconductor предпочитали делать ставку на одночиповые бюджетные изделия класса Mediac, а не мощные процессоры 6х86 EMI, предназначенные для соперничества с Pentium 2. Было ли это вызвано сомнениями в авторитете разработчиков Sirix или трудностями борьбы с Intel, не вполне ясно. Несомненно лишь то, что Mediac в отсутствии прямых конкурентов и растущим спросе на недорогие РС выглядел очень многообещающе. Проблемы с шиной PCI, впрочем, вскоре после объединения с Sirix National Semiconductor попало в полосу финансовых затруднений, что не замедлило сказаться на обеих компаниях. К началу 1999 году AMD и Intel включились в гонку тактовых частот скорости достигали 450 МГц и выше, в то время как Sirix потребовался год на ускорение EMI-CPR-300 до PR-333. При этом в реальности не тот, ни другой не достигали тактовой частоты в 300 МГц. Серьезной проблемой была и нестандартная частота шины процессора EMI-I 83 МГц. Подавляющее большинство материнских плат Socket 7 получали частоту шины PCI делением частоты шины процессора на 2, как правило, получалось 30 или 33 МГц. Однако, для EMI-I выходила весьма нестандартная скорость шины в 41,5 МГц. В таких условиях не все устройства, использующие шину PCI, могли нормально функционировать. Многие давали сбои, некоторые отказывали со всем. На отдельных материнских платах можно было использовать делитель 1,3, что давало частоту 27,7 МГц. Такой вариант был гораздо стабильнее, однако сильно ограничивал пропускную способность. От этих сложностей удалось избавиться лишь в последних разновидностях процессора, который был способен поддерживать частоту шины процессора в 100 МГц. Безуспешная конкуренция с Intel и AMD. Тем временем, давление бюджетных чипов Intel и AMD становилось все ощутимее. Они становились все дешевле, сохраняя при этом свою высокую производительность изделия Sirix, считавшиеся в 1996 году. Быстродействующим постепенно была оттеснена в сектор средних, а затем и слабых процессоров, подвергаясь угрозе быть совершенно вытесненным с рынка. Последним процессором под маркой Sirix стала MII-433, работавший на частоте 300 МГц и обгонявший по математическим операциям AMDK 6 февраля 300 года. Его постоянно подвергали сравнением с процессорами, которые действительно работали на частоте 433 МГц, что было, конечно, некорректно. Однако повод для этого был дан самим наименованием. Инженеры покидают компанию. National Semiconductor не преследовала цели укрепления позиций на рынке ЦП и оставшись без четких перспектив. Инженеры один за одним покинули объединенную компанию. К моменту продажи подразделения Sirix от National Semiconductor тайваньской компании VIA Technologies от бывшей сильной команды не осталось и следа, а спрос на процессоры MII исчерпал себя. VIA решили использовать приобретенное имя для маркировки процессора, разработанного в Sintour Technology, так как считали, что оно известно более широко, чем Sintour и даже VIA поглощение со стороны VIA. National Semiconductor, тем не менее, сохранила право на высокоинтегрированный процессор Mediac и продолжала продвигать его на рынок, переименовав в JOT и надеясь на сбыт в качестве встроенного. В конце концов, разработка была целиком куплена AMD в 2003 году в июне 2006 год. Последняя объявила о выпуске самого экономного процессора, потребляющего всего лишь 0,9 Вт энергии. Основанный на ядре JOT он свидетельствует, что архитектурные разработки Sirix состоятельны. Роль Sirix в развитии процессоров, несмотря на недолгое независимое существование и последующую девальвацию ее торговой марки, Sirix протарила дорогу на рынок недорогим процессорам, тем самым снижая нижний порог цены компьютера и вынуждая Intel заняться производством недорогой альтернативы Celeron и пересмотреть расценки на высокопроизводительные модели. Вероятно, приобретенная интеллектуальная собственность поможет VIA успешно отражать патентные атаки Intel, даже при том, что производство процессоров под маркой Sirix остановлено. Источники использовался app www.redhill.net, а с разрешения авторов с сокращениями.